всем привет с вами снова я саша и наверняка у вас дома есть множество пустых блокнотов которые вам некуда использовать они лежат без дела по разным причинам например вам жалко их использовать потому что они очень красивые вы думаете что вы просто можете их испортить или же вы просто не знаете что можно писать в них и на что их можно потратить поэтому в этом видео собрала для вас множество идей куда можно использовать пустые и незаполненные блокноты и перед началом я предлагаю вам распределить все блокноты по категориям то есть большие средние маленькие так они будут организованы и в дальнейшем их будет гораздо удобнее использовать вы сразу будете видеть какой блокнот можно подо что использовать первая идея куда можно использовать свой блокнот это скетчбук или артбук тут ваша фантазия не ограничена там можно делать различные наброски и рисунки или же рисовать целые пейзажи это смотря уже от вашего навыка рисования но в принципе в таком блокноте может рисовать абсолютно каждый вот я показываю свои старые скетчбук и не конечно были разных размеров еще даже рисовала блокнотах которые для этого не предназначены так что мне кажется рисовать можно абсолютно любом блокноте желательно чтобы в нем были обычные белые листы и так будет гораздо удобнее я показываю как я уже сказала часть своих старых рисунков это было довольно таки давно и мне кажется прикольно было завести бы скетчбук сейчас если бы мне было больше времени я думаю что для скетчбука удобнее всего использовать блокнот такого формата который я показываю сейчас то есть он небольшой и не маленький но опять же таки это все индивидуально если вам нравятся маленькие блокноты то рисуйте маленьких а еще у меня есть вот такой вот классный готовый скетчбук тут есть пошаговые инструкции рисования но в принципе такой блокнот можно делать и самим второй вариант это ежедневник или планер кто смотрит меня давно знает что я обожаю вести ежедневник так вот вы можете использовать пустой блокнот под ежедневник не обязательно чтобы он был заранее расчерчен например я начинала вот этот ежедневник и в итоге его не провела долго то есть он на лежит уже несколько лет заброшенный я его не хочу продолжать потому что он был разлинованный и мне было как-то неинтересно вообще можете взять совершенно любую тетрадь с пустыми страницами и лично для меня это гораздо интереснее уже самим чертить там что-то оформлять и тому подобное какой-либо творческий блокнот в нем вы можете вклеивать наклейки не знаю собирать марки придумать что это свое интересное хочу вам на примере показать мои блокноты с наклейками которые я собирала в детстве у меня их целых два и я на самом деле ими очень горжусь потому что они очень интересные вот в этом блокноте у меня очень много всяких наклеек кто помнит раньше очень много продавалось таких простых наклеек и они были очень популярны и у всех они были все их покупали вот такие вот наклейки я не тратила зря а собирала в отдельный блокнотик чтобы вы понимали и теперь у меня есть вот такая вот коллекция очень классно что они не потерялись со временем и теперь я могу ими любоваться смотреть на эти наклейки на самом деле это очень памятно возможно для вас это не представляет никакой ценности но на самом деле это очень прикольная и в будущем я думаю тоже будет классно их пересматривать также пустые блокноты можно использовать для изучения иностранных языков они могут быть совершенно разных размеров как вот такой вот большой формат кстати очень удобный мне понравился очень записывать правила а для того чтобы прорешивать задание записывать какие-то слова и тому подобное подойдут идеально маленькие блокноты но лично у меня работает так этот например небольшой всего на 40 страниц и идеально подошел для того чтобы изучать тут иностранный язык здесь я занималась в основном летом по учебнику оксфорда сейчас конечно я не так часто занимаюсь английским на каникулах я стараюсь новым заниматься но все таки времени не хватает читательский темник думаю у каждого в начальной школе была такая книжечка куда вы записывали краткое содержание книги оценку анализ и тому подобное почему бы я это не сделать сейчас это будет очень полезно тем более мы иногда забываем о чем та или иная книга в дальнейшем это будет интересно перечитывать и в принципе если вы захотите что-то перечитать вы откроете эту книжку посмотрите что вам больше всего понравилось и собственно перечитаете желательно также написать дату чтобы потом видеть когда вы прочитали определенную книгу чтобы например потом увидеть сколько вы книжек прочитали за год вы просто пишите автора и дальше уже пишите свои мысли по поводу этой книги блокнот с просмотренными фильмами или сериалами там вы можете давать им оценку писать сколько всего сезона сколько длится фильм и тому подобное также в этом блокноте можно сделать тематические страницы с вашими любимыми актерами персонажами я думаю такой блокнот будет очень полезен каждому также если вы не хотите запариваться с оформлением вы можете найти его в интернете ну или если самый простой вариант можно распечатать просто готовые такие вот трекеры они называются movie tracker вы просто находите и париться тут даже не надо распечатывайте и пишите свои отзывы седьмой вариант блокнот продуктивности трекер привычек трекер воды колесо баланса это могут быть также подобные трекере привычек или же какие-то календари продуктивности если их так можно назвать этот блокнот вам поможет не сидеть на месте а проявлять какую-то активность то есть если поставили себе цель бегать каждый день то несомненно это будет вас стимулировать и мотивирует делать какое-то определенное дело поэтому также идея оформления трекера привычек вы можете взять у меня сейчас я показал вам несколько вариантов такую же страничку я делаю уже с трекером воды пишу красивый заголовок делаю сбоку вот такие вот штучки и текстовыделителем и дальше уже я делаю такую систему в виде календаря то есть одной стороны идут числа с другой стороны количество выпитой воды и каждый день я буду закрашивать определенное количество так скажем ступенек в соответствии с тем сколько выпила воды сейчас на экране вы можете видеть как это работает ну и конечно же колесо жизненного баланса его можно рисовать самим или распечатать уже готовый вариант личный дневник для этого подойдет абсолютно любой блокнот который удобен вам тут вы уже смотрите сами и пробуйте это например один из моих старых личных дневников номер 6 и вы сейчас видите насколько он не заполнен точнее там заполнена одна первая страничка и все в общем у меня все остальные предыдущие личные дневники были очень насыщенными красочными но я вот такая вот чучундра решила в прошлом их выкинуть и в принципе сейчас у меня их нет и посмотреть это же на них не могу по моему остался один но я его не нашла к сожалению обязательно потом как-нибудь его покажу для этого можете использовать различные креативные способности и также различные штучки для оформления например у меня искра бумага наклеечки листочки в которые можно также что-то записывать вклеивать и делать интересное оформление для своих страничек девятое это завести блокнот с вашими мыслями его можно сделать совсем небольшим и карманным то есть чтобы удобно было брать с собой наверняка у вас здесь происходят какие-то интересные события которые в дальнейшем вы забываете и поэтому если у вас что-то произошло что-то интересное можно это записать в этот блокнот чтобы в дальнейшем перечитывать вспоминать эти все события также окунуться заново в эти эмоции это что-то подобие личного дневника только тут вы не делаете тематические страницы никакие развороты а просто пишите обычным почерком все что с вами происходит блокнот с цитатами и красивыми выражениями иногда мы слышим их от кого-то по телевизору не знаю видим их на улицах или опять же таких слышим у кого-то на видео на ютубе и все это можно записать блокнот чтобы потом применять в своей жизни или подписывать например цитатами фото в инстаграм это тоже как вариант поэтому можете таскать этот блокнот с собой чтобы пополнять его новыми фразами блокнот можно использовать также для смешбука что такое смешбук смешбук это такая творческая тетрадь в которой вы делаете тематические развороты опять же таки можно сделать развороты с вашими любимыми актерами с местами где вы побывали примеры я прикрепила вот здесь вот то есть этот блокнот направлен даже не на то чтобы записать свои мысли эмоции какие-то отзывы и тому подобное а больше направленная творческую часть на то как у вас развито мышление и креативность я очень люблю такие блокноты они конечно отнимают очень много времени но результат того стоит блокнот путешествий или же travel book этот блокнот можно брать с собой в путешествие записывать те места которые вам понравились больше всего у меня уже есть такой готовый блокнот здесь написано очень много городов и сюда вы пишете непосредственно ваши впечатления от путешествия какие-то ваши любимые места возможно вы знаете какие-то прям классные места в городе о которых не знает никто другой потом в дальнейшем можете довернуться и посетить это место а теперь советы для того куда можно тратить супер маленькие блокноты то есть некоторые даже меньше моей руки иногда у нас скапливается их очень много нам дарят их на различные праздники мы просто их себе покупаем потому что они безумно милые например вот такие вот блокноты есть в виде стикера здесь можно написать список продуктов чтобы в дальнейшем прийти в магазин уже знать что тебе нужно взять и ничего не забыть также из такого блокнота можете делать календарик у меня конечно есть готовые варианты но можете его расчешить сами такой вот прям милашный милашный свинепуха я не могу переставать восхищаться этим календариками сюда вы можете записать какие-то памятные даты дни рождения или же что произошло в определенный день то есть такой мини-мини дневник ваш ежедневник и он поместится в абсолютно любую сумку в абсолютно любой карман и туда лист также незаменимая вещь и делаем его на таких отравных листочках чтобы их написать и дальше положить на стол также чтобы легко можно было сюда посмотреть в течение дня и не забыть сделать определенное дело а на этом мое видео подошло к концу я надеюсь что вы действительно нашли применение своим пустым блокнотом и что они не будут у вас лежать просто так всем пока